вот мы приехали в порт но это маленькая деревушка не центр уже это тот же самый уже такая вот маленькая вилочка как скажем да возле порта вот там вдалеке маяк порт и пролив такой вид а у нас еще целый час до фэри мы погуляем немножко здесь посмотрим французский сыр тоже смотрится очень неплохо это старая деревушка садите какая машина здесь тоже на каждом кафе и рестораны на каждом шагу лимбер шанель вот это вот французская приставочка вот уже французские флаги вот опять называется ли норманди нормандия неман отель с рестораном дело к вечеру 8 часов мы хоть и подустали но решили прогуляться еще и по этой вот деревушке там вдалеке какая-то опять виднеется церковь и вот обратите внимание как и как отличаются здесь дома вот французские смотрятся по-другому по моему вот такие французские коттеджи называется шале если я правильно помню тоже розы очень красиво вот там колокольный звон до шале ой какие тоже живописные здесь домики как мне нравится я встаю посредине дороги согласитесь классно единственное конечно жаль то что погода но никак нас не радует дождь через каждые пять минут ой как красиво посмотрите как великолепно мне прям нравится вот еще огромный дом видите другая архитектура продолжаю показывать вам французские дома вот на последнем издыхании показываю красоту говорят шале это замок значит мой французский плохой интересная вещь здесь все заборы пластиковые красить не надо вот и заборы и ворота у них сделаны из пластика первый раз вижу еще у всех домов ставни видите вот опять эти велосипеды парковка вот такая специальная для велосипедов их пристегивают просто и оставляют на ночь на улице еще один ресторан по пути сейчас уже потемнеет скоро на ресторане есть открытое место столики много зелени вокруг все флаги в гости будут к нам канада англия франция евросоюз америка и снова канада прошли по всей улице свернули вот на другую и вы знаете ни одного магазина мы не встретили сплошь только рестораны и кафе внутри очень уютная такая атмосфера очень красивая уютная атмосфера внутри да мне прям понравился этот ресторан зашла внутрь но там сразу набежали на меня метродотель официант и я постеснялась вам сделать съемку внутри все в красном цвете фонари вот мы пришли на станцию британи ферри обратное путешествие так не хочется уезжать прямо чего-то как-то мы взгрустнули и не хочется возвращаться обратно на остров здесь так такая движуха так классно устали конечно но впечатления грандиозные жалко что мы не остались здесь еще бы на один день чтобы не так вот голопом по европам а все-таки что-то посмотреть более спокойно но все равно замечательно первый раз как говорится мы взяли билеты чтобы все разведать как это и что это но я еще и вам показала наше путешествие от начала до конца буду рада если вам понравилось пишите ваши отзывы а мы ждем фэри всего лишь навсего 7 часов и мы будем опять в портсмассе вот так мы плывем обратно из франции в англию это я показываю из окна парома вид и вот там корабли на на причале и даже видно уже английская земля берег английский вообще холодно невозможно и посмотрите опять какое небо это 6 часов утра мы уже подплываем к английскому материку а в частности портсмасса и вот там очень красивый опять меловой белый такой обрыв я не видела сейчас посмотрим здесь все как-то по-другому смотрится со стороны когда с франции в англию я раньше не плавала вот впервые вообще путешествие очень долгое 7 часов мы плывем на пароме через пролив ла-манш или english channel это 7 часовое пересечение канала наверное все таки потому что и плывет не очень быстро паром это британи фэри и и потом еще он довольно большой британи фэри у него 10 палуб представляете какой огромный 10 палуб вот мы на 5 в середине тут есть каютки маленькие спальные двухместные четырехместные а также есть просто сидячие места но вот к сожалению туда-то мы ехали мы ехали днем поэтому нам не нужно было каютки спальные а вот обратно мы в 11 часов ночи сели вот сейчас 6 часов утра мы при подъезжаем то есть всю ночь мы замерзли невозможно и сидели там на такие вот кресла и вот здесь вот мы бедные мучились людей очень мало но и кресла неудобные вот мы нашли замечательный диванчик сейчас оставшееся время полежу хоть ножки вытяну ой мама а это вот так вот выглядит наш остров айло вайт я пыталась вам его вчера показать на открытой площадке но к сожалению там был такой ветер что боюсь вы ничего не услышали что я говорила вот это мы проезжаем остров айло вайт а что там такое даже не знаю это что это наверное город сан хеллен а посмотрите какие тучи висят над островом погода никак не улучшается сегодня у нас утро воскресенье 16 июня и вот мы очень близко проплываем вот этот вот форт который тоже с нашего острова и ловайт видно но довольно далеко а здесь мы как раз плывем мимо него вот этот форт укрепление которое было построено 812 года при войне с французами и до сих пор они стоят их здесь три таких у нас проливе это вот мы из пролива ламанш плывем с запада на восток как бы да вот если как сейчас на моем экране ну или слева направо вот мы заплыли уже в пролив соланд это мы уже плывем по проливу соланд и сейчас напротив будет портсмас надеюсь вы поняли мои вот такие вот не очень может быть хорошее объяснение а вот там дальше белая видно на нашем острове видите вот это как раз город райт очень далеко конечно видно может быть не очень хорошо но очень мне и самой интересно посмотреть на наш остров айлоуайт со стороны потому что обычно я смотрю наоборот с острова айлоуайт на main land на большую землю английскую и карту вам покажу для тех кто может быть еще до сих пор не разобрался где этот остров находится наш в какой части англии я покажу на карте обещала показать вам карту великобритании и наш остров айлоуайт для тех кто может быть еще до сих пор не разобрался вот у меня в ванной на стене висит английская карта я очень люблю конечно рассматривать эти все здесь города где что расположено и вот я вам показываю вот это вот как вы понимаете полностью карта великобритании ну вот если ее умеет более маленьком масштабе смотреть то вот она да вот зеленая это англия все нужный цвет розовый это уэльс дальше синяя это шотландия и вот желтенькая это северная ирландия и дальше вот белая это уже не относится к великобритании это просто ирландия и вот он наш остров айлоуайт вот он такой красавчик вот он или все сейчас покажу ближе вот я показываю айлоуайт и вы понимаете что это он находится на самом самом юге англии вот малюсенький вот этот вот островочек да вот это вот пролив солонт портсмасс мы прибываем сейчас и дальше опять пересекаем канал возвращаемся в райд а это пролив ла-манш или инглишчену вот мы поплыли еще ближе подплыли к это уже другой форт вот так он смотрится чтобы вам иметь представление но в общем то не очень-то и большой некая он круглый кстати если сверху смотреть абсолютно круглый и маленький только для того чтобы наверно там поставить вот какую-то пушку батарею чтобы она крутилась по кругу и стреляла в разные стороны вот такое сооружение вообще конечно стоит прямо посредине в этом в проливе здесь очень глубоко молодцы как они его смогли здесь возвести это сколько надо было там насыпать укреплять его основание ну вот показывала вам его всегда издалека теперь мы его смогли посмотреть довольно близко и вот справа и слева вот эти вот желтые штучки по три штучки это вот такие вот заградительные там мигают огни чтобы не дай бог ночью или в туман судно не наскочила на этот форт вот они они и справа и вот здесь вот слева видите желтенькие такие вот и вот мы уже зашли это дальше все еще остров айлувайт напротив я показываю там да какая-то церковь к даже торчит он длинный в общем то 25 миль протяженностью а вот с этой стороны это основная земля англия вот такой пролив солны он мелочи широкий вот он сейчас здесь виден прекрасно ночью было очень холодно и все еще нет шести часов сейчас 5 45 все прибежали скорее пить горячий кофе и чай хоть немного согреться потому что очень замерзли хотя вот видите мужчины ходят без рукавках вот он идет такой раздеты абсолютно остальные ходят в куртках все по-разному здесь много французов а также много англичан так микс такой подплываем уже мы порт смаз потихонечку зашли уже в порт очень много пришвартованных маленьких яхт но в основном вид конечно как вы видите не очень но посмотрим сейчас будем плыть и посмотрим видите по-французски объявляют здесь объявляют по-французски потом по-английски потом по-испански потому что курсирует этот британи фэри франция испания англия и хоть и называется он британи фэри но сказали нам что он от французской компании продолжаем двигаться вдоль берега вот опять такая маленькая бухточка и очень много припаркованных яхт здесь называется марина потому что англичане как вы знаете все морские очень любят вот они держать лодки яхты катера и вместе с машинами имеют и путешествуют также на катерах на своих по поводу того как произносится портсмаз вот я произношу по-английски он произносится по-английски портсмаз на на конце т.х. т.х. произносится как в знаете портсмаз но я так как с произношением не важно у меня я т.х. вот этот звук т я произношу как портсмаз портсмаз вот так если кто-то еще будет говорить что надо говорить портсмаз на букву т в конце то пожалуйста а еще раз послушайте это портсмаз английское произношение а портсмаз пишут наверное у нас на российских картах но здесь портсмаз не говорят говорят портсмаз вот поэтому объясняю еще раз продвигаемся по берегу это территория порта и вот такой вот английский военный корабль бель вот мы поворачиваемся и уже мы подошли наверное к причалу потому что я вижу вот другое другой паром британии фэри стоит видите вот так вот мы выглядим тоже наверно хотя нет это маленький нет 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 это очень маленький у нас гораздо больше вот шаржей нам сейчас рассказывает он объявил что мы уже прибыли в порт сейчас пришвартовываемся и выходим вот так замечательный британи фэри идет по проливу соланд в портсмазе но это британи фэри не тот на котором мы ехали немножко другой а это вот портсмаз и сейчас едем на айлувальд